Добрый вечер! В эфире новости. В студии работает Диана Толео. Вначале коротко о главном. Распространение штамма омикрон. В стране распространяется новый мутировавший штамм коронавируса омикрон. Скорость его распространения в 7 раз выше, чем у других штаммов. Посев песка во время гололеда. В течение нескольких дней из-за теплой погоды и дождя дороги превратились в гололед. Посев песка не проводится во дворах домов города. Празднование крещения в городе. Сегодня в семье отмечается праздник крещения. В этом году введены ограничения на традиционное купание. С сегодняшнего дня в стране завершился режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, усиленный порядок сохраняется в правительственных зданиях столицы. В ряде регионов продолжаются антитеррористические операции. Полиция имеет право проверять документы, обыскивать машины, конфисковать оружие и проводить рейды. Вместе с чрезвычайным положением был отменен и комендантский час. Однако за этот период в пригородных блокпостах и городе было обнаружено 7 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, 72 единицы холодного оружия. Пресечено более 10 наркопреступлений. К административной ответственности привлечен 651 человек. Арестовано 42 человека. Грубо нарушивших закон 198 человек. Оштрафованных остальные предупреждены. За нарушение миграционного законодательства страны были выдворены 76 иностранных граждан. Миссия миротворческих сил организации договора о коллективной безопасности в Казахстане завершена. Они полностью покинули территорию страны. Последний личный состав вылетел из Алматы. Сейчас на территории страны нет военнослужащих иностранных государств. Поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента организации осуществляется с 13 января. Как известно, данный срок установлен высшим главнокомандующим вооруженными силами президентом Касым Жомартом Токаевым. Отметим, что более 200 тысяч человек и 250 единиц техники из стран-членов организации внесли свой вклад в стабилизацию ситуации в стране. Прибывшие к нам миротворцы успешно выполнили миссию и вернулись в свои страны. Следует отметить, что договор о коллективной безопасности был мобилизирован впервые за 30 лет с даты его подписания. Казахстан, столкнувшись с актом агрессии со стороны вооруженных экстремистов-террористов, обратился за помощью коллегам по ОДКБ. Контингенты выполнили функции прикрытия аэропортов, военных складов и других объектов, обеспечивающих жизнь граждан и обеспечение их безопасности. Эти меры позволили высвободить значительную часть сил и средств для непосредственного проведения антитеррористических операций и способствовали снижению террористической активности в целом. Евразийский экономический союз будет иметь общий электроэнергетический рынок. Этот вопрос был обсужден сегодня на пленарном заседании Мажелиса и одобрен соответствующий законопроект. Данный документ дает правовую основу для интеграции в единую крупную энергетическую систему. При создании единой энергетической системы Евразийского экономического союза должны учитываться интересы Казахстана. Председатель Мажелиса Нурлан Нигматуллин отметил, что этому вопросу необходимо уделить особое внимание. Формированию межстрановой структуры поставок электроэнергии способствует наличию мощности и базовой инфраструктуры. Существуют также общие технические стандарты для электроэнергетических систем. Теперь необходимо утвердить правила, касающиеся взаимоотношений участников общего рынка. Во-первых, важно, чтобы у министерства было адекватное видение долгосрочного развития данного сектора. Особенно это важно в условиях интеграционных процессов. Во-вторых, важна позиция наших переговорщиков. Эта позиция должна быть, Булат Уралович, прагматичной, взвешенной и должна быть в интересах Казахстана. И при создании вот этого общего энергетического рынка ЕАЭС для нас важно, чтобы учитывались особенности и приоритеты казахстанского топливно-энергетического комплекса. На первом месте для нас должна быть энергетическая безопасность страны, которая является, понятно, одним из важнейших факторов безопасности государства в целом. Аким города Бахаджамба и Ахметов посетил медицинский центр «Жан-Ер», где ознакомился с услугами, оказываемыми в поликлинике. Количество прикрепленных к поликлинике горожан сегодня превышает 6 тысяч человек. Руководство больницы планирует открыть еще одно отделение медицинского центра в поселке Холодный Ключ. Подробнее в следующем сюжете. Аким города Бахаджамба и Ахметов посетил частный медицинский центр «Жан-Ер», где ознакомился с предоставляемыми медицинскими услугами. В больнице работают 250 человек. Количество прикрепленных к поликлинике горожан сегодня превышает 6 тысяч человек. Поликлиник оказывает несколько видов первичной медико-санитарной, а также консультативно-диагностической помощи. В больнице проводится лечебный комплекс реабилитационного характера, лечебно-оздоровительные мероприятия, а также ультразвуковые исследования всех частей организма. Современные рентгеновские аппараты позволяют точно диагностировать изменения в системе бронхолегочной патологии – костно-суставной. Работа ведется в полном объеме. Все медицинские услуги, которые возможны, мы стараемся сейчас увеличивать спектр наших действий. Хорошо поставлена лазерная хирургия, сосудистая, поставлены лазерные операции, глазные, делают факоэмульсификации, катаракты, глаукомы, все виды глазных операций мы можем проводить. Руководство медицинского центра Жанер проинформировало Акима города о том, что они намерены расширить территорию поликлиники. Таким образом, в одном из окраинных районов города, поселке Холодный Ключ, планируется открытие поликлинического отделения по оказанию первичной медицинской помощи. Я сам депутат городского маслихата. Поселке Холодный Ключ, Жоломан, я знаю. И с проблемами ознакомлен. Сделали все во благо народа, поэтому эти места я знаю. Просили построить здесь больницу. Затем оградили окрестности кладбища. Провели воду недавно. Открыта спортивная площадка. Теперь то, что они просят, это поликлиника. Сейчас в поселке Холодный Ключ проживает более 6 тысяч человек. Руководство поликлиники обратилось к Акимату города с просьбой выделить 1200 квадратных метров земли под строительство поликлиники. И это правильно. Будет очень хорошо, если здесь будет современная клиника. В город не станут ездить. Правильно все. Будем помогать. Коллектив Жонер обещает качественную медицинскую помощь. На дату предоставления земли строительные работы планируется завершить до следующего года. Талшан Шакартхан, Айяулум Бакатказа, Держа Миссингазинов, телеканал Семей. В стране распространяется новый штамм коронавируса омикрон. Скорость его распространения в 7 раз больше, чем у других штаммов. Надежный способ профилактики – это вакцинация, говорят специалисты. Состоялась пресс-конференция о ходе вакцинации и ревакцинации в регионе. Штамм омикрон впервые появился в странах Южной Африки в декабре 2021 года. Его отличие от дельта-штамма коронавируса заключается в крайне малом инкубационном периоде. У других штаммов инкубационный период составляет от 7 до 14 дней. У омикрона этот период составляет 1-3 дня. То есть скорость передачи этого штамма в 7 раз выше, чем у других. Это опасно, говорят врачи. Какие же симптомы вызывает омикрон? Омикрон, конечно, в отличие от других видов коронавируса, протекает в основном с симптомами кашля, усталости или вялости, заложенности носа, махмор. По повышениям температуры встречается он уже у молодых людей и у детей. Такие симптомы, как потеря вкуса, запаха, встречается реже. По данным Всемирной организации здравоохранения, омикрон повреждает верхние дыхательные пути, вызывая трахеид и бронхит. Симптомы этого штамма очень похожи на ОРВИ и грипп. Единственный способ отличить их – сдать ПЦР-тест. Чтобы предотвратить вирус, необходимо соблюдать личную гигиену, часто мыть руки, соблюдать дистанцию и часто проветривать помещение. Однако самый надежный и эффективный способ защиты – получить вакцину. Сейчас в городе полным ходом идут ревакционные работы. Более 60% прикрепленного населения к поликлинике номер один в семье получили повторные прививки. Ревакцинация проводится всем, кто завершил полный курс вакцинации. После 6 месяцев, кто получил полный курс ревакцинации, через 6 месяцев получаем ревакцинацию. Ревакцинация также проводим беременным женщинам, которые ранее получили первый курс вакцинации против коронавируса. Проводится с использованием вакцинации камернатик, файдер, в периоды от 16 до 37 недель беременности. В городе на ревакцинацию применяются препараты Казвак и Синофарм. Стоит отметить, что ревакцинация состоит только из одного этапа. Как было известно ранее, в стране тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышатся, не будут мораторий. Мораторий был объявлен на 180 дней. В настоящее время в нашем городе также были приняты меры по сохранению тарифов прошлого года. Цены на коммунальные услуги не будут повышаться до 1 июля и останутся на уровне 2021 года. Ранее в Министерстве национальной экономики Республики Казахстан было сообщено, что мораторий распространяется на услуги водоснабжения, водоотведения, тепла, газа и электроснабжения. Как отметили в отделе жилищно-коммунального хозяйства города, тарифы на данные услуги в семье остаются прежними. Мораторий на повышение цен на коммунальные услуги, это на электроэнергию, тепло, на горячую воду, на холодное водоснабжение и водоотведение. Мораторий продлится на 180 дней. Горячее водоснабжение метр кубический составляет на сегодня 273,85 тенге, потом отопление с одного метра квадратного составляет 173,59 тенге, вода холодная для населения 48,65 тенге и водоотведение 41,94 тенге составляет на сегодняшний день. Заморозить коммунальные тарифы было предложено главой государства. Как известно, им также было поручено ввести государственные регулирования цен на социально значимые продукты. В том числе, касательно отсрочки по повышению тарифов, мы решили узнать мнение жителей города. Не повысят, так и хорошо будет, конечно, для нас, пенсионеров. Ну, надеемся, что будет забота о нас. В будущее смотрим с оптимизмом. Конечно, уж передастся. Лучше, чтобы тарифы не росли, а то поднимают пенсию, сразу вслед начнут цены на все поднимать. Так что нам, пенсионерам, лучше, когда все стабильно. Цены на коммунальные тарифы как сказываются на вашей пенсии, например? Ну, как сказывается? Где-то процентов 10-15 уходит. Потому что если повышение, конечно, этих тарифов, некоторые минималку получают, им тоже очень сложно платить. Оплачиваем мы нормально всегда. Но за свет почему-то тариф сильно повысился. Стоит отметить, что 31 декабря 2021 года в семье на очередной сессии Маслихата был рассмотрен вопрос об утверждении нового тарифа на твердые бытовые отходы в размере 475,14 тенге для жителей многоэтажных домов и 553,22 тенге для индивидуального жилищного сектора. Однако решение Маслихата находится на регистрации в органах юстиции. В настоящее время в городе тариф на мусор для благоустроенных домовладений – 190 тенге, для неблагоустроенных – 346 тенге в месяц с одного жителя. Айнур Хасым, Ильжа Махзумов, Телеканал Семей. В Восточно-Казахстанской области задержаны угонщики автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента полиции. В конце декабря в отдел полиции района Алтай обратилась 65-летняя пенсионерка, которая сообщила, что из ее двора неизвестные лица угнали автомобиль ВАЗ, тем самым причинив ущерб на сумму 600 тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка задержали двух местных жителей в возрасте 30 и 28 лет. Задержанные признали свою вину, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Однако на следующий день на оперативный канал 102 поступил еще один звонок от 30-летнего жителя Катон-Карагайского района об угоне его автомашины ВАЗ-2107 припаркованном во дворе дома. Со слов заявителя он приехал в гости, поставил машину во дворе, однако утром машину не нашли на месте. В ходе розыска автомашина была обнаружена сотрудниками полиции на трассе Ускаменогорск-Алтай под управлением уже ранее известного 30-летнего мужчины, в отношении которого только вчера была избрана мера пресечения. После второго задержания злоумышленника взяли под стражу. По данным фактам начато досудебное расследование по статье 200 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В течение нескольких дней из-за теплой погоды, дождя, дороги превратились в гололед. Как идет посыпка песком улиц города, остановок и перекрестков, расскажет моя коллега. В нашем городе уже несколько дней резко прогревается температура воздуха, а из-за дождей дороги становятся скользкими. Это в свою очередь затруднило передвижение жителей. Увеличилось и количество горожан, получивших различные травмы. О том, как велись работы по подсыпке нервных материалов на улицах города, мы узнали от ответственных специалистов отрасли. По работам, связанным с гололедом, у нас задействованы 14 единиц техники. Песчано-солевая смесь 3% составляет соль, все остальное – песок, отсев. У него своя фракция. Как только заметны признаки гололеда, с 4-5 утра выезжает специальная техника. До 7-8 утра мы полностью завершаем работу по подсыпке дорог, в том числе остановки, пешеходные переходы, а потом перекрестки, спуски и подъемы. По словам заведующего производством компании, нервные материалы на дорогах чаще всего подсыпаются в такое время, когда мало транспорта в городе. При этом он добавил, что работы по обеспечению пешеходных переходов будут осуществляться не на постоянной основе, в соответствии с договором, а только при особой необходимости. Однако жители недовольны тем, что только центральные улицы взяты под контроль. Тротуары при необходимости подсыпаем. Когда был дождь, мы и тротуары, и все пешеходные дороги засыпали. С начала этой зимы мы отсеяли 4000 квадратных метров инертного материала. При таком гололеде мы будем выезжать на самые оживленные проспекты города. Рынок теперь начнем с основных улиц, а также на левом берегу, на улицах Глинки Аозова. По словам Адильбека Ауасилова, охват дворов с большой концентрацией жилых домов не указан. Сегодня в Семии отмечался праздник крещения. В этом году введены ограничения на традиционные купания. Тем не менее, желающие посетили территорию священного источника и отметили религиозный обряд. За безопасность посетителей и соблюдением санитарных требований следили сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям и врачи. Праздник крещения особенно популярен среди православных верующих. Согласно религиозным верованиям, это укрепит здоровье. В связи с эпидситуацией в этом году были введены определенные ограничения на проведение массовых купаний. Тем не менее, желающие смогли побывать на территории святого источника и искупаться в специально оборудованных местах. Есть и те, кто пришел набрать воды. Мы сегодня приехали набрать воды. По преданиям считается, что сегодня вода у нас священная, источники. Мы всегда набираем воду, умываем детей, сами пьем потом некоторое время. Сегодня великий праздник, крещение Господне. Я хочу поздравить всех православных с этим праздником. Также есть народ Казахстана. Хочу пожелать всем мира, добра. Самое главное, чтобы мы всегда были вместе. На самом деле праздник добрый, хороший. Он ведет к миру. Пусть у нас все будет мирно, сплоченный, чтобы мы были все, чтобы не повторялось то, что было. А этот праздник показывает, что должно быть только добро и мир во всех домах. Приехали на Святой Ключ набрать воды и, ну, маленько помыться. Осветиться. Осветиться. Да. Чтобы у нас была благоприятная погода сегодня, все хорошо. И чтобы все люди вот так обращались хорошо к этому дню сегодня. Чтобы был мир. Чтобы был мир в нашем Казахстане. Безопасность посетителей здесь контролируется. В этом задействованы службы по чрезвычайным ситуациям Бескарагайского района и города Семей. Здесь же находятся медицинские работники, которые следят за здоровьем купающихся. Особое внимание уделяется соблюдению санитарных требований. Людям изначально объясняется о соблюдении дистанции. То есть санитарные нормы здесь также соблюдаются. Разъясняются правила поведения у водоема. При купании также объясняется. Также медиками осуществляется тоже дежурство. В случае какого-то происшествия будет оказана незамедлительная медицинская помощь. Для участников религиозного обряда ежегодно в Затонском районе готовят специальные места для купания. Так как в этом году река Иртыш пока не замерзает, купаться в ней не разрешается. А это место специально оборудовано, безопасно для посетителей, рассказали спасатели. Это были все новости на сегодня. Выпуски новостей вы можете посмотреть на сайте телеканала семей.тв.кз. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!